Мобильные телефоны совсем недавно в очередной раз стали предметом обсуждения споров. Эти устройства теперь обвиняют не только в негативном влиянии на здоровье человека, но и в посредничестве в несчастных случаях, а именно в ударах молнии. Правда ли это? Разберемся в следующем сюжете. В этом году лето Тюменской области богато на грозы. Небо чуть ли не каждую неделю пронизывает молнии. Это явление не только загадочное, но и чрезвычайно опасное, а в последнее время еще и непредсказуемое. Исследователи отмечают, что из-за технического прогресса изменилось поведение молний. Теперь все чаще их притягивают места, где находятся люди. Этому способствует жизнь современного человека и условия, которые мы себе создали. Скопление электроприборов в городах порождает возникновение молний и становится мишенью для разрядов во время грозы. В 2005 году впервые специалисты метеорологической службы сообщили о том, что туристка, находящаяся на Великой Китайской стене, погибла во время грозы, разговаривая по мобильному телефону. Затем подобные сообщения стали появляться все чаще из разных стран. Так неужели мобильные телефоны действительно притягивают молнию? Включенный мобильный телефон, выключенный мобильный телефон, разговариваете вы по нему или не разговариваете, или, допустим, он у вас принимает только звонок. При этом электромагнитное поле вокруг него повышено, но там все равно уровни такие, что на молнию они повлиять никак не могут. То есть, в общем, опасность в этом смысле не повышается. Гаджет не может притянуть молнию. Эксперт читает, что причиной трагедии стал не телефон, а местонахождение туристки. Аллаш находилась на стене, на высоком месте. Всегда молния попадает в высоко расположенный объект. А как насчет ювелирных украшений, часов и очков? Многие считают, что аксессуары из металла тоже могут вызвать удар на себя. Ученые уверены, это миф. Никакие украшения не способны притянуть молнию. Чего не скажешь о металлических ограждениях и заборах с остроконечными пиками. Они являются хорошими проводниками электроэнергии. Поэтому не тратьте время на то, чтобы снимать себе украшения во время грозы, а ищите подходящее убежище. Даже идти, в общем, на самом деле опасно, потому что если молния попадет даже не в вас, а где-то недалеко от вас, то на расстоянии шага по земле, когда растекается заряд, может быть опасное напряжение между ногами возникнуть, и у вас ударит током. Принято считать, что шины автомобиля защищают при ударе молнии в землю. Но на самом деле вовсе не шины, а кузов, сделанный из металла, может защитить. Но только в том случае, когда все окна и двери закрыты. Нельзя заранее предугадать, куда ударит молния. Поэтому во время грозы лучше вообще не выходить на улицу, а находиться дома или хотя бы в машине. Кристина Смирнова, Дмитрий Бурматов, Тюменское время.